6 лет спустя после начала кризиса 2008 года Европа вновь оказалась в состоянии дефляции. Нефть, подешевевшая на 50% за последние полгода, заметно ослабила инфляционное давление и во многих других странах. Но в еврозоне, где темпы роста цен и без того были в опасной близости от нуля, это чревато началом дефляционной спирали. В декабре цены снизились сильнее, чем ожидали аналитики. В годовом выражении товары и услуги подешевели на 0,2%, в то время как многие эксперты прогнозировали отсутствие изменений. Президент Европейского центрального банка Марио Драги считает, что инфляционные ожидания населения сейчас очень хрупкие, и если ничего не предпринимать, жители вскоре начнут откладывать покупки в расчете на снижение цен. Глава Бундесбанка Йенс Вадбан придерживается противоположной позиции. По мнению немецкого экономиста, снижение цен на энергоносители само по себе выполняет функцию экономического стимула. Аргументом в пользу этой точки зрения можно считать данные базовой инфляции. Без учета стоимости энергоносителей и продуктов питания, темпы роста потребительских цен в еврозоне ускорились до 0,8%. Тем не менее, рынки ждут, что европейский регулятор все-таки запустит программу количественного смягчения на следующем заседании. После отчета по инфляции пара евро-доллар упала к новому 9-летнему минимуму 1,1848. Помешать планам регулятора может ситуация в Греции. По словам близких к правительству Германии источников, советники Ангелы Меркель считают, что Центробанку стоит дождаться итогов выборов в Греции, прежде чем объявлять о выкупе казначейских облигаций стран еврозоны. Дело в том, что в случае прихода к власти левых радикалов вероятность дефолта в стране резко возрастет.